С одного и того же места я опять начинаю свое видео Прошло, наверное, больше года С последнего выпуска Сейчас конец декабря 2021 И вот эти два дома наконец-то достроили То есть они полностью застеклены, полностью обшиты Но забор, как вы видите, еще не снят То есть за год построили всего лишь две секции И новое поле потихонечку начинает осваивать Но это поле, к сожалению, до сих пор еще никак не огорожено Оно еще никак не выровнено Но какие-то своебойные работы идут То есть потихонечку стройка продолжается Но очень медленно То есть мы не видим ни одного крана нигде Мы не видим рабочих Вот там один единственный трактор стоит То есть вот эти вот следующие секции совсем-совсем-совсем зависают надолго Попробую сейчас с другой стороны, конечно, подъехать все это заснять И вот вид с другой стороны на Волгу Лайф На вот эти последние корпуса Первые очереди, которые уже построены полностью, завершены И да, вот из-за леса было не видно Посмотрите, какое свайное поле забивают Столбик показывает, что газ идет Какие-то дренажные работы проводятся То есть в принципе, в принципе, вот это, я так понимаю, самый-самый дальний дом Будет построен И вот на этом поле, наверное, еще, может быть, парочка домов А может быть, даже и шесть влезет То есть вторая очередь будет еще примерно от шести до восьми домов Так же, как и первая Потому что в первой, по-моему, то ли шесть, то ли восемь домов получается И вот видно, что рабочие вот там вот немножко вдалеке Какие-то работы производят Там фундамент Там фундамент я вижу И фундамент залит уже поверх вот этих бетонных свайных оголовков Которые отрубили и залили фундамент То есть в принципе строительство идет Я так понимаю, сначала вдоль вот этой дороги они построят несколько домов А потом будут закапывать эту березовую рощу И строить уже следующие домики вот там вот То есть в принципе строительство продолжается Волголайф не заброшено А вот там вот все дома завеселены Сейчас подъедем поближе Посмотрим, что там происходит А вот это вид на парк со стороны Волги Фонари уже очень много лет не горят И дорожки, конечно, тоже никто не чистит Люди, к сожалению, гуляют вот так вот По следам снегохода То есть на снегоходе здесь люди гоняют Вообще не запариваются, что здесь ездить нельзя А люди, соответственно, должны ходить по снегу по колено И вот он вид на Волголайф То есть вот мы видим с этой стороны У нас четыре секции Соответственно, сзади тоже четыре секции Итого восемь домов в первой очереди Соответственно, во второй очереди, наверное, тоже Или шесть, или восемь домов Вот на этом пятачке будет застроено К сожалению, ничего не происходит, не убирается В общем, вот эти вот метров 200 от последнего фонаря Я шел минут 10 по колено в снегу Ужасно неудобно Вот она, Волголайф Волголюксери Лахери, как говорят у нас в России Лахери, то есть элитный жилой микрорайон Такой вот он немножечко приунывший Непочищенный Недоделанный Везде горы мусора и снега Но люди живут Уже даже вот этот зеленый домик, видите, там свет горит Уже его заселяют То есть я так, насколько понимаю Что вот эти вот три секции Последние, два синеньких и оранжевый домик Еще не сданы А вот эти пять секций уже жилые К ним можно подойти, подъехать Наверняка там открыты подъезды И можно подняться даже на последний этаж Посмотреть на панораму Через вот эти вот окошки служебные И вот она, площадочка детская Которой вот такая тропинка Идешь, и вот тут вот по колено проваливаешься И очень сильный ветер Хотя на улице всего минус 10 Достаточно тепло Но очень сильный ветер То есть пока Вот за весь период строительства А он уже длится лет, наверное, 5 или 6 Дома построены Но территория, к сожалению, не благоустроена И вот там вот детский садик Так и стоит уже 3 года С крышей, но даже окна не вставлены То есть процесс происходит очень медленно Вот самые первые корпуса Которые были построены Единственный большой магазинчик продуктовый Там внутри есть много маленьких магазинчиков И вот сюда копают Судя по новостям, там проводят новый кабель Потому что есть какие-то постоянные проблемы с электричеством С интернетом, с отоплением, с водой В некоторых секциях Ну и там, конечно, постоянные проблемы с парковкой С мусором, который люди выбираются прямо в подъездах В лифтах и около подъездах Снег очень плохо убирается Ну, в общем, типичные проблемы жилого микрорайона Но это вы можете все найти спокойно в интернете А мы расскажем лишь о строительстве И вот действительно что-то улучшают То есть проводят дополнительный кабель Ставят трактор И что-то он там копает Детская площадка, как вы видите Практически не используется Потому что, видимо, ветер и не дойти сюда И все снегом замело Детей не видно И спускается вечер Сейчас начнутся пробки на въезде в микрорайон Потому что огоньков в квартире горит еще мало А время уже движется к четырем часам И сейчас все стемнеет И люди поедут домой И прямо будут огромные пробки Огромное количество машин То есть пешком здесь по дороге идти сложновато Приходится тропить тропинку через лес Потому что по дорогам очень много машин ездит Вот уже темнеет Последний кадр На выезде из микрорайона Вот там вот главная дорога По которой едут машины Там достаточно плотный поток транспорта И вот парковки Даже с торца дома Даже в лесу То есть, видите, везде все заставлено Несмотря на то, что еще район до конца не заселен Но плотность населения очень высокая И вот здесь все заставлено